Апокалипсис Редактор субтитров А.Семкин Римский Бенедикт XVI отрекся от престола. Официально, по причине преклонного возраста. Это не первый случай в истории святого престола. В 15 веке с Тиарой добровольно расстался папа Григорий XII. Но в этот раз христианский мир вздрогнул. Существует пророчество, согласно которому следующий папа римский будет последним. И во время его правления Ватикан падет. И на земле случится апокалипсис. По этой причине Бенедикту XVI все желали долгих лет на посту. Несмотря на нацистское прошлое, далеко не пылкую любовь католиков и плохое знание итальянского языка. Короткая передышка в ожидании конца времен закончилась. Что уготовано миру? Пророчество о судьбе всех римских пап принадлежит святому Малахии. Это был католический архиепископ, который жил в XII веке в Северной Ирландии. За ряд чудес и насаждение римского обряда богослужения он был канонизирован. Первый ирландский святой по одной из версий, по преданию, он изгнал из Ирландии всех змей. В Ирландии нет змей. Это известно. Единственная страна без этих отвратительных существ. Вот. И ему приписывается ни много ни мало, как полный реестр список всех римских пап. От первого до последнего. Пророчество святого Малахии исследуется на протяжении нескольких веков. Ирландский святой описывает судьбу понтификов парой слов, в которых заключена суть правления наместника святого престола. Неоднократно подтверждалась правдивость этих предсказаний. Если мы возьмем Иоанна Павла I, вот того самого, который пробыл на престоле какой-то совершенно умопомрачительно короткий срок и умер, в общем-то, при невыстенных обстоятельствах. В переводе с латыни его прозвище звучит как «неполная луна». Меньше одного лунного месяца. Иоанн Павел II «делабаре солис». Это, скорее всего, следует переводить как «от ущербного солнца». Иоанн Павел родился в момент солнечного затмения. Не часто рождаются люди в момент солнечного затмения. Вслед за Иоанном Павлом II идет Бенедикт XVI. В списке святого Малахии он обозначен как «оливковая ветвь». Этот библейский символ означает «перемирие». И действительно, понтифик запомнился историческим визитом в Турцию с целью уладить разногласия между христианами и мусульманами. Мировые СМИ кричали, что Папа Римский растопил лед в многовековой вражде двух религий. Затем в тексте пророчества есть только одна запись, где упоминается последний римский Папа. Его будут звать так же, как и первого понтифика. Вот дословная цитата. Во время последних гонений на святом римском престоле будет сидеть Петр римлянский, по свершении чего город Семи Холмов будет разрушен, и судья страшный будет судить народ свой. При нем вечный город будет разрушен, улицы его и холмы будут затоплены морем, и, ну, как сказал по сходному поводу Салтыковщий Дрин, история остановит течение свое. То есть, недвусмысленно. Насколько серьезно относится Ватикан к пророчеству святого Малахии? Возьмет ли 112-й по счету Папа Римский имя Петра II? И будет ли это означать приближение конца времен? А если он назовется по-другому, то обманет ли судьбу? Но единственный ли это признак грядущей всемирной катастрофы? Неужели опасения, связанные с глобальными переменами в мире, оказались напрасны? И 2012-й так и останется годом несостоявшегося апокалипсиса. Оказывается, все еще может быть впереди. Мало кто знает, но болгарская пророчица Ванга еще в 70-е годы предрекала крах США. И началом тому будет явный признак. Она говорила, в Белый дом придет черный человек. И этот президент станет для страны последним, потому что потом Америка замерзнет. Или попадет в пучину крупнейшего экономического кризиса. Возможно, даже распадется на южные и северные штаты. Первым чернокожим президентом США стал Барак Обама. Если действительно возникнут какие-то проблемы у Соединенных Штатов Америки, то они возникнут именно от растущих долговых обязательств. Именно долговых обязательств государства, государственной власти. Долг – это по существу разновидность гражданской войны, когда все должны всем. И сегодня, прежде чем классика долговых экономических, прежде чем нам с вами разговаривать, давайте рассчитаемся по долгам. А вот когда будут произнесены эти слова и когда они станут моральной нормой, как говорится, жизни общества, что надо простить, когда общество должно считать, что оно действительно должно простить своим должникам. Однако Барак Обама не просто первый афроамериканец на посту главы Белого дома. Он 44-й по счету президент Соединенных Штатов. И на эту тему есть ряд предсказаний. Средневековый пророк Ранью Неро писал в 15-м веке. Держава на берегу двух океанов окажется сильнейшей на земле. Править ею будут по 4 года правители, 44-й из которых станет последним. Подобное же пророчество есть у Василия Немчина, русского пророка. Большие проблемы придут из-за океана, когда у власти будет 44-й черный человек. Глобальный катаклизм, который уничтожит США. Либо это будет резкая политическая революция. Поворот какой-то резкий в политике. Сохранится ли государство в его нынешнем виде? Может быть, просто будет изменяя системы правления, типа, введено что-то типа олигархической или фашистской диктатуры? Еще одно пророчество о 44 президентах США публиковалось еще в 1996 году в европейской прессе. Оно приписывалось Эдгару Кейси. Как утверждает автор предсказания, во сне он оказался в странном здании, где его ждал таинственный человек. Некий гид, который дает ему пояснение. Он ему объясняет, что вы находитесь в музее такого государства, Соединенные Штаты Америки, которое когда-то было на земле. И это музей его политической истории. Потому что в этой стране это музей политической истории государства, где каждому президенту посвящен соответствующий зал. Таких залов было 44. В каждом из них были собраны предметы, которые напоминали о ключевых моментах правления каждого президента. 43-м президентом США был Джордж Буш. Во время его правления Соединенные Штаты развязали войну с Ираком. Это стало началом вереницы кровопролитных конфликтов в Азии и Северной Африке. И еще одно, самое трагическое событие эпохи Джорджа Буша теракт 11 сентября 2001 года. Захват самолетов и террористическая атака на здание Международного торгового центра. Гибель почти трех тысяч человек. Последние три или четыре зала были как бы в полумраке, в каком-то тумане. Но он помнит, что в 43-м зале экспонаты связаны с войной. С большой войной, с гибелью массы людей и так далее. Однако в 44-м зале было еще страшнее. Это темная комната, затянутая смогом, через клубы которого едва просвечивают блики огня. Самые зловещие пророчества о гибели США действительно принадлежат самому американскому пророку всех времен Эдгару Кейси. Метод его предсказаний был оригинален. Кейси впадал в транс и говорил о событиях прошлого и будущего, за что и был назван спящим пророком. Он предсказал обвал фондового рынка, он предсказал Великую депрессию, он предсказал начало и конец Второй мировой войны, он предсказывал эти переходные времена, которые происходят сейчас, и он также говорил об изменении энергии, и он говорил о социальных изменениях, которые произойдут. Среди других предсказаний Кейси убийство президента Кеннеди, крушение коммунизма в СССР. Эти прогнозы сбылись в точности. Возможно, наступило время для следующего. По словам Кейси, в начале 21 века западное полушарие постигнет гигантский катаклизм. Проснутся вулканы на Гавайях. Прокатится такое цунами, что южные побережья Америки исчезнет под водой. Он предсказывал, что может произойти внезапная катастрофа в районе пяти Великих озер. Возможно, будет землетрясение или упадет астероид. В итоге воды Великих озер сольются в море. Он также предсказывал, что Манхэттен упадет в море. А еще Эдгар Кейси предвидел, что в следующей жизни он родится в 2100 году и будет жить в Небраске на побережье океана. И это тоже предсказание глобального катаклизма. Ведь сегодня Небраска находится в самом центре Северной Америки примерно на одинаковом расстоянии от обоих побережьей. Америка знает по пророчествам Кейси, что побережье ее будет затоплено. Большая часть Америки будет затоплена. Не меньше потрясений достанется и на долю других континентов. Еще в 1930-е годы, когда об изменении климата на Земле никто не задумывался, Кейси предсказал глобальное потепление. Районы с холодным или континентальным климатом превратятся в тропики. Там будут расти папоротники, уверял пророк. В северных районах Гренландии возникнут незамерзающие озера. Появятся новые земли в Карибском море. Северную и Южную Америку будет трясти сверху донизу. В Антарктиде недалеко от огненной земли поднимется со дна остров и появится пролив с бушующими водами. Под водой окажется часть России и многие другие территории. Китай и Япония, Южная Америка. Кейси предрекал, что климатические и сейсмические катаклизмы затронут всю планету. Из-за этого карта мира сильно изменится. Меньше других пострадает Россия. Что касается России, в некоторых предсказаниях Кейси говорит о том, что Россия будет надеждой будущего. природные катастрофы станут причиной социального катаклизма. Третьей мировой войны, по мнению Кейси, не будет. Однако землю охватит нечто не менее ужасное. Массовая гибель людей в местах бедствий и очередное переселение народов. Центром возрождающейся цивилизации станет Россия, а точнее Западная Сибирь. Он делал предсказания о разных странах. Это то, что коммунизм трансформируется и потом появится почти христианский коммунизм. Он говорил о России как о надежде мира и говорил, что Россия будет лидером нового мира. Я не знаю, придет ли из России новый лидер или это будет русская модель устройства. Описанные Кейси катаклизмы во многом совпадают с пророчествами библейского автора Иоанна Богослова. Его книга Апокалипсис, что значит откровение, описывает бедствия, которые предстоят человечеству перед концом времен. Погибнет треть растительности и треть морских обитателей. Будет отравлена вода. На землю падут пылающая гора, град, огонь и светящаяся звезда. То, что на землю падают все время метеориты, астероиды, маленькие камушки. Это совершеннейший факт. И совершенно не исключено, что раз в какое-то число, может, миллионов лет, какая-то большая дура сюда, не дай бог, грянет, упадет и, ну, соответственно, там все. И же с этим воспоследует, как говорится. Кандидат на грозное звание пылающей горы уже появился на небосклоне. Апофис. Древнеегипетский бог ужаса. Именно в его честь назван гигантский астероид. Он подошел на уже довольно близкое расстояние от Земли 9 января 2013 года. Этот огромный камень массой в миллион тонн и диаметром 320 метров таит в себе энергию 65 тысяч ядерных бомб Хиросимы. Пока Апофис пролетел мимо. Но он еще вернется на следующем витке. Сначала в 2029 году, потом в 2036 У нас есть сейчас на данный момент предсказанное событие, уже и подтвержденное учеными, что вполне возможно, что 1936 год это будет столкновение с астероидом. Астрономы почти уверены, зловещий Апофис не сможет исполнить свое роковое предназначение. Но каменная глыба пролетит совсем рядом с Землей, максимально приблизившись на 38 тысяч километров. В 10 раз меньше, чем от Земли до Луны. Даже если столкновение не случится, близости гигантского камня будет достаточно, чтобы запустить в действие непредсказуемые природные силы. Мы не можем повлиять на глобальные природные катаклизмы, мы не можем повлиять на супервулкан, на землетрясение, на цунами. Вот природа может нам повредить элементарно. У нее столько приемов, с помощью которых можно уничтожить просто человечество. В последние годы мир будто сошел с ума. Цунами в Таиланде, землетрясение в Японии, небывалая жара и лесные пожары в Центральной России, не видан на холодные зимы в Европе. Ураганы, едва не смывшие с лица земли сначала Новый Орлеан, а затем Нью-Йорк. Зачастую катаклизмы случаются там, где их не может быть даже теоретически. В январе 2013 года на Алтае произошла серия землетрясений. До этого регион трясло в 2003 и 2012 годах. Давайте так, вот сколько люди жили на Алтае, ни разу не было в народной памяти никаких воспоминаний о катастрофах и землетрясениях. Что говорит о том, что возраст гор Алтая достаточно старый. Землетрясения обычно бывают в молодых горах. И вместе с тем, несколько лет назад землетрясения, которые случились в Алтае, они, которые не могли быть с точки зрения сегодняшней науки, они произошли. Что говорит о том, что меняются правила игры. Природные катастрофы последних лет не укладываются в научную картину мира. Возникают феномены, которые необъяснимы привычными законами геофизики. Философы считают, в этих катаклизмах виноваты люди. Но почему они пришли к такому выводу? Оказывается, во всех древних учениях сказано, любой конфликт, любой выход отрицательной психической энергии людей влияет на нашу планету. Грубо Грубо говоря, своими эмоциями мы нагреваем, разогреваем ядро нашей планеты. Увеличивается температура, наша уже плазменность земли, ядра, она не в состоянии удерживать кору в определенном стационарном состоянии. Вот почему сходят тектонические плиты, вот почему увеличивается активность вулканов, потому что, грубо говоря, вулкан это рвота земли, то есть идет отравление, она уже не встанет с этим справляться. Именно поэтому во многих преданиях первыми предвестниками конца света называют изменение отношений между людьми. Об этом говорится в Библии, об этом же говорят шаманы древних традиций. Ненависть между представителями одного и того же народа. дрезги в семье, внутренний раскул. Все это и есть, собственно, свидетельство приближения вот этой границы. Все те эмоции, которые иссушают человека, стыд за себя, смущение за свои поступки, скука по отношению к тому, чему ты занимаешься, не веря в собственные силы. Это кажется странным, но подобные предсказания сохранились не только в колыбели цивилизаций старом свете. В США живут индейцы хопи. Это племя считает себя древнейшим хранителем мира. Шаманы хопи до сих пор день и ночь проводят ритуалы для поддержания мировой гармонии. Хопи составили целый список примет конца света. Их около 150. И половина уже сбылась. Они описали эти приметы. Большинство им повторяют библейские приметы. Брат на брата, разврат, все это существует, деградация человека, взяточничество, в общем, все грехи, которые сейчас вскрываются. Мы это человек. Человечество может это понять, что действительно наступает конец света вот из того, что творится вокруг. Среди предвестников конца света хопи называют войну в Персидском заливе и обрушение башен Всемирного торгового центра. Тирак был описан в их древнем пророчестве о конце света. Вождь хопи Мартин лишь недавно приоткрыл над ним завесу тайны. Первый раз Мартин выступил публично с этими текстами, показал журналистам в 90-м вернее году, когда эта буря в пустыне начиналась. Именно почему? Потому что в текстах было написано, что большая война в заливе это начало мировой войны, которая приведет к гибели человечества. Последним шансом человечества, по мнению этих индейцев, станет явление белого брата. Хопи говорят, он приходил на Землю много тысяч лет назад, потом улетел, но перед отлетом обещал вернуться и спасти человечество. Возможно, он будет из Германии, возможно, из России, точно неизвестно, и вот он будет противодействовать этой глобализации, пытаться восстановить разнообразие человеческой культуры, ну и вот это как бы последний шанс будет выбраться из всего этого, если человечество его не использует, то наконец будет печально. пророчество Хопи гласит, настанет время, когда человек должен будет расплатиться по своим долгам за то, что он творил на этой Земле. Земля ему воздаст за его дела. Потом мир продолжится дальше. То есть уйдут плохие, а хорошие останутся, и их потомство уже будет знать, в каком направлении идти. Точной даты индийские предсказатели не называли. Конец света настанет тогда, когда переполнится чаша терпения высших сил. Как скоро это случится, зависит от каждого человека. Это может случиться в любой момент, все может измениться. Многие европейцы и люди в других частях света забыли о тех связях с миром, которые мы имеем. но чего именно стоит ждать? Футуролог Алексей Бобл просчитал, какие сценарии планетарной катастрофы наиболее вероятны. Раньше, наверное, с развитием техники было трудно предположить большое количество сценариев, но сейчас можно выделить, пожалуй, четыре основных сценария. Это первый, когда случится ядерная война, и человечество вряд ли выживет. Все зависит от количества ядерных зарядов, взорвавшихся на различных частях планеты. Второй сценарий это биологическая угроза. Это вирусы. Третий сценарий резкое изменение климата. Четвертый вариант угроза извне. Вторжение пришельцев или удар астероида. Какой бы из этих сценариев не сработал шансов выжить у человечества немного. То есть какое-то время, например, можно создать автономное убежище и выжить там, но для того, чтобы подняться на поверхность и продолжить жизнь, нужны уже более глобальные какие-то ресурсы. То есть если кто-то выживет, то не на долгий период. Но почему это все должно произойти именно сейчас? И почему перемены были предсказаны так задолго? Был ли у человечества выбор не допустить страшного финала? Это прозвучит невероятно, но исследователи древних текстов пришли к выводу «Конец времен неизбежен». Он вовсе не так ужасен. Более того, необходим. И наши предки об этом знали. Во всех пророчествах, как правило, конечная цель очень высокая. переход человека на другую ступень эволюции. То есть исправить какие-то ошибки в этой жизни своей цивилизации, народа и подняться выше в своем развитии. Поэтому не как правило, а не всегда пророчества являются страшными, наверное, для человека. Как гласят античные летописи, катастрофы на Земле случались уже не раз. Духовная и мистическая литература Востока утверждает, что современная цивилизация не первая на планете. До нас было еще четыре. Первые люди не имели физических тел и не умирали. Изотерики и мистики считали, что они перешли в тонкий мир. Но их потомки уже имели нормальное тело и выглядели как люди. Представители второй расы, гиганты, были практически бессмертными, но погибли в результате крупной катастрофы. Как гласят древние тексты, судороги затвердевания планеты и смещения великих вод погубили их большую часть. Им на смену пришли лемурийцы, легендарная третья раса. Люди заселяли Лемурию, которая образовала Индия и Мадагаскар вместе взятых. 94 миллиона лет назад Индия и Мадагаскар откололись от Гантваны. Впоследствии они еще раз раскололись Мадагаскар и Индия. Мадагаскар остался около Африки, а Индия врезалась в Евразию, в Азию с юга и образовала Гималайя. Так вот, эти лемурийцы, они, видимо, обитали этот суперконтинент. Лемурийцы жили на материке, который назывался Лемурия. Му или Пацифита. Он располагался в южном полушарии и включал в себя часть Африки, Австралию с Новой Зеландией, а на севере Мадагаскар и Цейлон. Около трех миллионов лет до нашей эры этот континент ушел под воду. В то время уже зародилась четвертая раса. Она имела два центра. Материк Гиперборею на Северном полюсе, где жили Арии, и континент Атлантида. Атланты, согласно диалогам Платона, первыми из людей научились обработки металлов. Они обрабатывали медь и золото. Они умели обрабатывать камни. Это была первая высокая культура со своей письменностью, с разделением общества на касты, священников, воинов, крестьян, ну и так далее. У них было прогрессивное сельское хозяйство. Они умели искусственно орошать поля и поэтому собирали более богатый урожай. Гиперборею и Атлантиду, как гласят древние тексты, погубила серия землетрясений. Гигантские материки катастрофически быстро ушли под воду. Удалось спастись лишь отдельным группам, которые расселились по Евразии и Северу Африке. Так как мы здесь пятые, до нас были гиперборейцы, лемурийцы, атланты и тому подобное. И все это были части эксперимента. На сегодняшний день, как бы мы нелепо не выглядели, мы являемся венцом эволюции. Той форм, в которой мы находимся. Суть эксперимента заключается в придумывании формы, которая могла бы вместить в себя максимум содержания. Зачем же природе или высшим силам была нужна эта смена рас? Почему они были уничтожены в момент наивысшего расцвета? Согласно трудам философа и медиума Елены Плаватской, все расы выполняли задачи общечеловеческой эволюции. Когда одна раса заканчивала свою миссию, на смену ей приходило следующее. Это всегда означало переход земной цивилизации на новую ступень. И всегда сопровождалась катаклизмом. И мифологическая традиция вот каждая из эр, которые пережило человечество, она заканчивается как бы плохо. То есть там потопом, огненным дождем, чем угодно, но потом человечество воссоздается, так или иначе. Это, собственно говоря, мифы всех народов Мезоамерики и шире. Глобальные катастрофы, по мнению духовных учителей Индии и Тибета, были необходимы для очищения планеты от тех, кто представляет опасность для эволюции человечества. Они тянули цивилизацию в неверном направлении. Те же, кто достиг нужного уровня, давали начало новой расе. Кто хочет быть участником данного процесса, кто хочет осознанно двигаться и понимать, что происходит, милости просим, мы будем жить вечно. Кто не хочет быть участником обоих, хочет быть созердателем, наблюдателем, увы, эти люди перестанут быть. Посредством ли, так сказать, еще раз говорю, версологии, то есть просто какая-то часть людей просто будет исчезать, умирать, либо это какие-то болезни пройдут. По мнению отдельных прогнозистов, Земля уже вошла в эпоху смены рас. Какими же станут наши потомки? Эдгар Кейси знал ответ и на этот вопрос. У людей новой расы будет немного изменена хромосомная структура. Одна из вещей, которой была предсказана объединение мужского и женского начала. Я думаю, люди станут более андрогенными, мужчины более женственными, а женщины более мужественными. Изменится и химический состав. Ученые уже замечают, что в человеческом теле увеличивается количество фосфора. Фосфор это свет. Мы сможем излучать больше света. Внешне представители шестой коренной расы вряд ли станут отличаться от нас. Но их организмы будут постоянно совершенствоваться. Со временем у людей начнут развиваться тонкие энергетические центры. Благодаря этому станет возможным открытие чудесных способностей, телепатии, левитации, ясновидения. Здесь уже совершенно определенно можно сказать, что на нашей земле, именно в социуме, эта подготовка выразилась в том, что вдруг, начиная с каких-то 80-х годов прошлого столетия, человечество получило доступ ко всем эзотерическим знаниям, которые раньше были недоступны для человека, которые раньше скрывались, хранились в тайне, а тут все, пожалуйста, и книги, и телевидение, и интернет, вы можете все найти по любому вопросу и со всем ознакомиться. Интерес к эзотерике и оккультизму не случайно вспыхнул по всему миру в конце материалистического 20-го века. По мнению исследователей древних текстов, эти знания повысят шансы выжить в грядущих катаклизмах и помогут сделать новый шаг в эволюции человечества. Это напоминание нам, в том числе о иррациональных формах защиты. Ставят образки, каким-то образом защищают свою машину, освещают ли они колесницу, как это принято в православии, или же обращаются к шаману, чтобы он защитил эту машину на ночных дорогах. Это и есть в нашей жизни, и это в том числе говорит о том, что мы готовимся в том числе от чего-то иррационального в форме чего является хаос и апокалипсис. Согласно этой теории, сейчас представители шестой коренной расы уже живут среди нас. Именно с ними ученые связывают появление детей индига, обладающих удивительными способностями и необычным мышлением. Однако процесс смены рас не моментальный. Он растянут на очень долгий период. В это время происходит постепенное переселение народов, изменение климата и даже континентальное переустройство планеты. Это якобы необходимо, чтобы очистить для людей будущего территорию, свободную от негативной энергии предыдущей расы. Общество, в котором мы на сегодняшний день живем, является технокритическим и потребительским. Мы давно перестали в глубине своей задумываться о том, что мы бесконечны. Мы не приходим ниоткуда и мы не уходим в никуда. И именно непонимание вот этой взаимосвязи тела, души и духа приводит человека к разложению на атомном уровне. Своими поступками каждый человек может и приблизить апокалипсис и отдалить его. Это истинно хорошо известно шаманам. По мнению Юрия Чекчурина, наш мир постоянно находится на грани света и тьмы, и чья-то капля крови может нарушить хрупкое равновесие. И в зависимости от наших поступков, в зависимости от наших действий, от наших мыслей и желаний может случиться нарушение той жизни, которой мы живем, и мир обратится в хаос, как и собственно то состояние, с которого он когда-то возник. И шаманы находятся, если можно сказать, в пограничье и делают свое дело, как собственно и все мы, приближая, либо замедляя вот это вот состояние, которое может наступить. В легендах, которые передаются из поколения в поколение, в шаманских семьях рассказывается о страшных моментах в истории человечества, когда совместными усилиями люди смогли остановить приближение апокалипсиса. Издревле шаманы считают себя стражами на пороге всемирного хаоса и делают все, чтобы его не случилось. И когда в жизнь человека вторгается что-то плохое, не важно, что это, настроение, состояние, потери чего-то важного, взглядом шамана мы видим, что человек оставляет это в другом месте, часть своей души, либо же наоборот впускает в свою душу то, чего не то, что не стоит впускать, но то, что представляет опасности для него и вместе с тем боль для того существа, которое в него входит. Поэтому когда в мире становится больше страха, больше тревоги, в конце концов больше желания окончить пусть даже таким путем, как апокалипсис, то, наверное, это и есть приближение вот этого хаоса, про который мы говорим. Исследователь культуры индейцев майя Хосе Аргуэльес утверждал, окончание календаря майя 21 декабря 2012 года вовсе не означает конец света и тотальное уничтожение человечества. По его мнению, это лишь переход на новый уровень бытия. Время Время, в которое мы живем, это переходное время. Современный мир слишком эгоистичен. И сейчас ему на смену должна прийти более чистая эпоха. Всю эту информацию Аргуэльес якобы получил от индейских шаманов и благодаря собственному духовному прозрению. Эта концепция признается далеко не всеми учеными, однако она многое объясняет. Так центр нашей галактики якобы представляет собой источник мощных энергетических лучей. Не исключено, что так и есть, но наука пока этого еще не открыла. Над Циолковским тоже смеялись в начале 20 века. Энергетические лучи определяют жизнь и развитие всех планет и живых существ, которые там обитают. Каждый из этих лучей воздействует на нашу Землю определенное время. Периодичность эта для Земли составляет 5125 лет. Это вот по Аргуэлису. И вот в течение этих 5125 лет наша Земля находилась в сфере влияния такого луча и подстраивалась под частоту его вибрации. По истечении этих 5125 лет, которые произошли 21 декабря 2012 года, наша Земля попала в сферу влияния другого луча, который несет другую частоту вибрации. И, соответственно, Земля должна подстроиться под эту частоту вибрации, и все живые существа, на ней находящиеся, должны сделать то же самое. Иначе начнутся проблемы в разных областях жизни. Итак, окончание великого майянского цикла не конец света. Это всего лишь переход в сферу влияния другого луча. Якобы из-за этого перехода на Земле произошли некие энергетические изменения. Они связаны с настройкой планеты на частоту вибрации нового луча. На сегодняшний день мы находимся в очень достаточно сложной ситуации, я бы так сказал. Такое впечатление, что несколько меняются физические законы. Во всяком случае, тектонические изменения, которые происходят во всем мире, как раз свидетельствуют именно об этом. И зачастую именно может быть и наши действия как раз к этому приводят. Настройка планеты неизбежно сопровождается локальными катаклизмами. И по теории Аргуэльеса это объяснимо. Ведь частота вибраций нового луча почти вдвое выше частоты вибраций прежнего. С физической точки зрения эта частота соответствует частоте вибрации Земли, то есть известной такой величине в физике шумановскому резонансу. И вот этот шумановский резонанс, который был у нас последние 5125 лет, составлял 7,8 герц. А вот сейчас он должен составить 13 герц. Об этом говорил и Аргуэльес, об этом говорили многие ученые, которые занимались этим вопросом. Такое изменение физических законов не могло пройти гладко. Оно вызвало активизацию земной коры. Из-за этого начались изменения климата. Как только процесс настройки планеты завершится, все войдет в норму. Вот только норма эта станет другой. Чтобы точнее настроить мир на новую частоту, шаманы Южной Америки проводят массовые ритуалы. Если настройка произойдет успешно, то земля будет процветать, люди будут жить хорошо, растения будут цвести, животные будут также жить очень хорошей жизнью. Повышение вибраций земли хороший признак, уверены исследователи. Ведь человек тоже испускает волны в определенном диапазоне. И чем возвышеннее наши чувства, тем выше их частота. Так научные измерения доказали, что при вспышке ярости или страха мы вибрируем на частоте менее чем 1 герц. Зато вибрации благодарности дают 45 герц, а сострадание от 150 герц и выше. Самые высокие вибрации у любви, безусловной, жертвенной, вселенской. Она дает от 205 герц и выше. Слово жертва воспринимается как какой-то отказ от чего-то, какая-то такая пагубная штука. На самом деле это очень высокая вещь. Если бы каждый человек при встрече с другим в первую очередь сопрягал в себе интересы своего собеседника, он бы получил взаимообразное состояние. Исследователи уверены, для того, чтобы жить в резонансе с планетой, люди должны изменить свои привычки и образ жизни. Иначе человечество не сможет приспособиться к новым частотам планеты и в конце концов погибнет, даже не сумев породить шестую расу. В момент перехода, вот именно 21 декабря прошлого года, у нас проходил ритуал, очень серьезный ритуал, интересный ритуал. И вот что касается меня лично, я почувствовала эту новую энергию. Она действительно замечательная, она уникальная, она просто придает силы и дает радость. Вот было очень тяжело в начале ритуала, а потом вдруг что-то отпустило, и вот эта энергия, вот она как бы вошла в меня, и я почувствовала вот эту радость, вот почувствовала, вот именно так и надо жить дальше. Переход под влияние нового луча ознаменовал собой начало эры шестого солнца. Шаманы говорят, если люди смогут принять ее, впереди их ждет долгая счастливая жизнь. Эти новые вибрации вот несут энергию добра, именно энергию добра, о том, что говорил и Христос, и о чем говорили многие другие известные личности. в нашем мире, в прошлом мире доминировала энергия зла, а вот сейчас мы должны перейти к добру. И вот те, кто сможет настроиться на это добро, вот тем будет жить легче и жизнь откроет новые свои грани, потому что этот новый мир, эта эра шестого солнца, она вот как раз рассчитана на эти высокочастотные энергии, и соответственно люди должны к ним настраиваться на них. Нас именно настраивали на эти новые энергии. Пока еще очень мало жителей Земли имеет высокую частоту вибраций, но как правило жизнь таких людей наполнена гармонией. Конечно мир не может не влиять на их мироощущения, но по мере того, как наша планета и сами люди будут приспосабливаться к новому лучу, светлых людей будет становиться все больше. Я сейчас хожу по улицам, вы понимаете, великая штука наблюдательность, я не теоретик, я практик, я очень много езжу по городам, я очень много встречаюсь с людьми, читаю свои семинары, меняются люди, лица меняются, глаза меняются, вижу, что чаще стали уступать место пожилым людям, а уже не столько ора, крика в автобусах. В любом случае, полностью исчезнуть человечеству не позволят высшие силы, они создали Землю и людей для выполнения определенной задачи, и она пока далека от своего завершения. Главная цель всего, что происходило и будет происходить на планете, достижение совершенства. Многое говорит о том, что все зависит от людей, отдельных или же целых народов, от того, насколько они понимают ситуацию и как они относятся к ее. Что-то необычное происходит внутри нас. Нужно помнить, ни одно из предсказаний не избудется, если мы все объединимся и будем единой с Землей. Неотвратимая катастрофа может унести миллиарды человеческих жизней. И реальных причин для этого более чем достаточно. По мнению духовных лидеров, такая перспектива ожидает нас, если мы не перестанем накапливать разрушительную энергию в информационном поле планеты. Что такое конец света? Слепая ярость стихии? Расплата за грехи? Или всего лишь суровый экзамен для достойных? Похоже, вскоре мы узнаем ответ. Надеюсь все-таки, что ответ будет положительным и человечество будет жить долго назло всяким прогнозам и предсказаниям. Между тем, ученые уже установили точную дату конца света. Это событие состоится через 4 миллиарда лет, когда выгорит дотла и погаснет наше солнце. Надеюсь, это грандиозное зрелище нашей потомки будут наблюдать уже с другой галактики. Галактики. Галактики